Привет, вы на теннисном канале Шанс Подняться. Рад видеть каждого из вас. Прошу прощения за то, что меня так долго не было. Наконец-то случилось первое видео в 2021 году, в котором мы поговорим о матчах третьего круга, которые состоятся в пятницу 12 февраля. И давайте сразу начнем. И по поводу того, что я отсутствовал, я все-таки вернулся не с пустыми руками. Об этом я уже сказал в телеграм-канале. И в конце видео об этом всем расскажу. Небольшой конкурсик прикольный, как мне кажется, придумал. Начинаем с матча Григорь Димитров-Пабло Каренобуста. Открыт чемпионат Австралии, третий круг. Несмотря на равенство в личных встречах, букмекеры считают, что Григорь Димитров фаворит. Хоть и незначительный, но в этом матче все-таки. И прошел он Марина Чилича на своем пути. Я сейчас немного подгляжу, кого прошел Каренобуста, потому что, ну, сами понимаете, первое видео я уже забыл, что как делается. Итак, Григорь Димитров, Марина Чилича и Алекса Болта. Австралийца прошел 3-0 и 3-0. Шесть сетов на два круга, очень уверенно. Несмотря на карантин, несмотря на то, что ребята были в изоляции и могли теоретически растерять форму. Тем не менее, каждый следующий круг они добавляют, добавляют. И по итогу, начиная с четвертьфиналов, я думаю, мы будем видеть уже топовый теннис. Никаких проблем не возникнет, по крайней мере, у тех, кто до туда дойдет. Так восстановление идет быстрыми темпами. Я думаю, что они это знали, они к этому готовились. Итак, Пабло Каренобуста обыграл Кейни Шикори и Иржи Веселы. Ничего особенного в этом нет, но тем не менее, вроде бы как, оба теннисиста выглядят уверенно. Тем не менее, я хочу предостеречь всех тех, кто считает, что в этом матче может быть заруба. Я тоже, на самом деле, так считаю, но все-таки, обратив внимание на личные встречи, всегда 3-3 равное счет личных встреч. Тем не менее, каждый раз матчи заканчивались с сухим счетом по сетам. 2-0 Каренобуста последний раз обыграл Димитрова. Правда, это все было в 2018 году, 2017, 2016, 2015, но тем не менее, это имеет место быть даже сейчас. Итак, поэтому Total больше теоретически, с точки зрения вероятности, напрашивается, да, потому что седьмая встреча, ну, когда уже вы возьмете хотя бы по сету друг у друга и так далее, да. Но, тем не менее, предостерегаю вас, ну, а с точки зрения победителя, скорее всего, здесь Григор Димитров одержит победу. Ну, мне кажется, все-таки для Харда его теннис чуть более подходящий, хотя и Пабло Каренобуста, между прочим, полуфиналист открытого чемпионата США. Ну, и, в общем, на Харде он выступал неплохо, несмотря на все оскорбления со стороны Ника Киргиоса, что Пабло середнячок и так далее. Ника Киргиос, к слову, много говорил, наговорил лишнего и ерунды на время карантина, ну, по крайней мере, это было очень весело наблюдать. Адриан Монорин и Александр Зверев. Коэффициент на Сашу Зверева 1,16. Абсолютно неинтересно, ничего такого, но все мы с вами знаем, что Саша любит начать с проигрыша первого сета, а может быть даже еще что-нибудь поинтереснее. Поэтому здесь, разумеется, имеет смысл что-нибудь посмотреть. Это все в лайве и что-то здесь может закрутиться. Саша сам себе проблем придумать, ну, всегда гораст. Поэтому ждем от этого матча, ну, хотя бы что-нибудь интересное. Конечно, Саша, в общем и целом, уверенно должен проходить в следующий круг, если говорить серьезно. А что-то по эйсам можно посмотреть в этом матче на Сашу Зверева. Какую-нибудь минусовую фору, например. Итак, идем дальше. Аслан Каратцев, открытие этого турнира. 27-летний россиянин, который, наконец, добрался до турнира Большого Шлема. И более чем уверенно прошел два круга. В том числе Егора Герасимова, который прекрасно подает. Там не все было в порядке с Егором. Но, тем не менее, два круга уверенно пройдя. Каратцев выходит на такого мастодонта тенниса, который со своими габаритами умудрился попасть в топ и регулярно претендовать на, как минимум, грунтовые титулы. Ну, и Ахарди он тоже, в общем-то. На Ахарди он на себе всегда напоминает Диего Шварцман. Что сделает Аслан Каратцев, посмотрим. Я, на самом деле, не слишком сильно знаком с его игрой. На эти пикап немного посмотрел. Здесь пару моментов. Тем не менее, Диего Шварцман это другой уровень. И я надеюсь на то, что будет битва. Куда-то лезть со ставками в этот матч никому не советую. Просто давайте поболеем за соотечественника. Идем дальше. Мартинос Портеро, Душан Лаевич. На мой взгляд, непонятный матч. Потому что Мартинос Портеро я не видел, я не знаю, как он провел свои матчи. Душан Лаевич, коэффициент 1.77 на серба. И это подозрительно. Поэтому, разумеется, здесь или 3.5 сета больше, или пропустить этот матч вообще. Давайте не будем акцентировать на нем внимание. Переходим к Мартану Фучевичу, который с трех матчболов отыгрался у Стэна Вавренки. И вот это уже серьезно. В каком-то смысле, опять же, давайте вернемся на 30 секунд к тому, что был карантин. Игроки жаловались. Но давайте к другой стороне этого вопроса вернемся. Это ли причина того, что фавориты многие повылетали? Все были в таких условиях. Кто туда приехал? Может быть, за исключением австралийцев, которые приехали туда заранее. Которые заранее готовились, заранее прошли карантин. И, может быть, они имеют какое-то преимущество и так далее. В это все детали надо вникать. Поэтому то, что Фучевич, ну и многие, да, там, скажем, аутсайдеры прошли фаворитов. В этом нет ничего особенного. Все попали в одинаковые условия. И все. Вот такая реальность. Давайте радоваться тому, что там хотя бы на трибунах уже есть люди. Уже как-то поживее, повеселее смотреть теннис. И хочу отметить то, что это даже непривычно. Итак, с Милошем Рауничем я не думаю, что, честно говоря, какие-то интересные моменты затеятся. У Фучевича сказка закончилась на победе над сценой Вавренкой. Один коэффициент, прошу прощения. 1.18 на Милоша Раунича. Милош Раунич играет мощнее, стабильнее. И если он готов, как выясняется по первым двум кругам, хоть он и не самых серьезных соперников прошел, но тем не менее выясняется, что он более-менее чувствует себя неплохо, пройдя карантином УТ в четырех сетах. Милош Раунич победа не более чем в четырех сетах. Здесь, я думаю, до пятого уж точно не дойдет, если не 3-0. Доминик Тим, Ник Кирьес. Один из самых как бы интересных матчей. Кстати, Ник Красавчик успел подготовить прикольную программу развлекательную с двумя матчболами на приеме. И это было не так уж просто. Обыграл он у Гоумбера. Это было прям зрелищно. Так что, Ник, респект за то, что подготовил развлекательную программу. И шансов с Домиником Тимом, я думаю, ну, примерно ноль. Потому что, ну, совсем Ник Кирьес на самом деле... Ну, видно, что он не в хорошей форме уж точно. То, что он там отыгрался, еще что-то не говорит о том, что он стабилен. А как раз-таки наоборот. О том, что ему пришлось отыгрываться. А в общем-то, в обычное время... Кому угодно может проиграть, это понятно. Но, все-таки, если Ник в отличной форме, конечно, он у Гоумбера проходить в общем и целом должен. По крайней мере, на харде. Давайте так из этого исходить. И Доминик Тим, я думаю, закроет Ника. Если не сжалится в одном из сетов, то, скорее всего, конечно, 3-0. Денис Шаповалов, Феликс Ожи Альясим. Очень обидно. Но в то же время забавно, что у Феликса Ожи Альясима неделю назад примерно подтвердилась репутация того, что этот парень умеет, в принципе, играть любой матч, кроме финальных. И последний раз он проиграл Дэниелу Эвансу в финале турнира. В седьмом своем финале в Мельбурне. В Мельбурне. Маре Ривен Open ATP. 6-2-6-3. Дэниел Эванс выиграл. Феликс Ожи Альясим не готов к финалам, не готов к психологически серьезным матчам. И давайте возьмем из... Ну, скажем, для этого противостояния за аналитику, за какую-то опору. Матч 2019 года на US Open, где Денис Шиповалов выиграл Феликса. 6-1, 6-1, 6-4. За коэффициент, внимание, 1,71. Феликс Ожи Альясим, я уверен, пока не готов побеждать. Время идет. У него есть, тем не менее, впереди еще несколько лет, как минимум. Он достаточно молодой. Давайте об этом не забывать. Итак, победа Дениса Шиповалова за коэффициент 1,58. Здесь, ну, все-таки мне видится логичной. Новак Джокович, Тейлор, Джерри Фридс. Об этом матче слишком долго говорить я не буду уж точно. Ну, потому что, как сказал и сам Фридс в интервью, это Новак Джокович и это Новак Джокович на Австралию Open. Конечно, у него были проблемы с Фрэнсисом Тиафа. Но давайте, опять же, вспомним, конечно, после карантина какие-то могут быть заминки. И в том числе Стефано Сцицепас сегодня сыграл 5 сетов с Танасикой Кенайкисом, который, в общем-то, вообще на горизонте не появлялся чуть ли не полтора года. По крайней мере, где-то на виду, да. Затруднения возникают у любых топов, у тех, кто... Кроме Рафаэля Дарья, пока Рафа не попал под какие-то проблемы. Хотя говорил про то, что со спиной не все-таки в порядке. Итак, в общем и целом, для Новака Джоковича никакой хорошо подающий игрок не является большой проблемой. Потому что Новак, если не лучший приемщик, приемщик, хочу сказать, да, имеет чуть ли не лучший прием в истории вообще тенниса, да, то хотя бы как минимум один из лучших. Поэтому у него все шансы для того, чтобы пройти уверенно Тейлора Джерри Фридса. Да и в то же время пора переставать отдавать сеты и тратить какие-то физические силы. Надо увереннее проходить круги, если есть желание и, скажем так, нацеленность на то, чтобы претендовать на титул здесь. Новак Джокович 3-1, 3-0 максимум должен проходить уверенно. Ну и коэффициенты, все понятно. Здесь ничего интересного не имеет смысла заигрывать, потому что, ну, совершенно лотерея. И покажет ли Тейлор Джерри Фридс зубы, покажет ли он себя здесь, совершенно непонятно. Как захочет Джокович, так и будет. При сенсации я не исключаю. Очень многие, к сожалению, я напоминаю, да, воспринимают мои мысли в видео, как вот именно так и должно быть. Если так не случилось, то ну ты такой, такой, такой. Соответственно, по поводу конкурса, который я для вас придумал, давайте подводить итоги. Значит, смотрите, я думаю, что меня смотрит аудитория с чувством юмора, с высоким интеллектом, я в этом уверен. И поэтому я хочу, чтобы в Инстаграме вы сделали наиболее оригинальное представление моего канала. Ну, типа, или рекомендацию, да, например. Например, типа, наткнулся на канал, шанс подняться там, ну и какую-нибудь приколюшку, да. То есть, вот что-то в виде сториз там или чего-то такого. Давайте самые смешные, самые, не обязательно смешные, можно самые оригинальные. Вот какие-то сториз про мой канал в Инстаграме. Ну, типа, как рекомендация, сами все понимаете. Первое место одна тысяча рублей. Разумеется, я буду определять оригинальность. Хотя, с другой стороны, в принципе, можно сделать так, чтобы вы проголосовали. Допустим, мы с вами смотрим, можно даже стрим какой-нибудь организовать. Мы с вами смотрим несколько сторизов, которые там мы отобрали, да, самые интересные. И голосуем, какая из них самая прикольная. Ну, думаю, что технически проще сделать так, что я как-то подумаю. Но если какая-то сториз вызовет во мне больше всего каких-то эмоций прикольных, приятных, то, конечно, я первое место этой сториз, этой рекомендации отдам. Ну, и второе и третье место. Вот такие вот теннисные мячи. Бабалат, Тимолкорт. И, соответственно, ну, неважно, какой из них второй и третий, потому что они ровно одинаковые. Просто, скажем так, разные фирмы. А это уже Вилсон, Раунгерос. Соответственно, да, если кто-то из вас не играет в теннис, вот вам как бы вот эти вот конкретно мячи не интересны, то эквивалент на карточку, на номер телефона, куда угодно я переведу. Ну, 600 рублей вот это дело стоит. Поэтому я надеюсь на большой отклик в конкурсе. Если с первого видео будет маленький отклик, то давайте я в парочке видео напомню о своем конкурсе, ну, чтобы хоть как-то было из чего выбрать и так далее. Я все понимаю, что я только вернулся, и многие могли попросту забыть про существование моего канала. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, и увидимся с вами, я думаю, завтра вечером. Может быть, я еще сегодня что-то успею, но, скорее всего, завтра вечером. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok